Сегодня одна из самых скорбных дат в российской истории. День, когда началась Великая Отечественная. Ровно 74 года назад войска Гитлеровской Германии без объявления войны напали на Советский Союз. По всей стране сегодня прошли траурные митинги. Всероссийская акция «Свеча памяти» в Краснодаре собрала больше 10 тысяч человек и стала самой масштабной за последние несколько лет. С колонной участников шествия к вечному огню прошла и наша съемочная группа. Внимание! Говорит Москва! Передаем важное правительственное сообщение. Сегодня в 4 часа утра, без всякого объявления войны, германские вооруженные силы атаковали границы Советского Союза. Даже спустя 74 года у краснодарских ветеранов от этого голоса замирает сердце. Но сегодня Левитан объявил о мирной акции – шествии в память о тех, кто не вернулся из боя. На главной площади Краснодара собрались несколько тысяч краснодарцев. В ожидании старта ветеран Лед Бредихин делится с однополчанами неожиданным счастьем. Буквально вчера он получил письмо из пригорода Одессы. Жители поздравляли воина-освободителя с Днем Победы, но конверт к 9 мая опоздал. И эти люди, которые живут там, помнят нас. Мы освобождали это село, помнят нашу дивизию, помнят, что мы принесли им освобождение. И вот присылают с уважением коллектив учителей учащихся это письмо. Звучит «Вставай! Страна огромная» и колонна краснодарцев со свечами движется по главной улице. Во главе фронтовой транспорт, джипы, мотоциклы и легендарная полуторка. Затем ветераны, руководители края и города, активисты, общественники и те, кому дорога память о героических страницах истории. Подвиг тех людей, которые погибли на этой войне, неоценим. Если бы они не совершили этот подвиг, мы бы все здесь не шли. Поэтому почтить их память – это просто наш долг. Мы всеми потеряли своих близких, прадедушка, вот у меня умер на войне. И честь него тут, конечно, нужно, обязательно нужно. И все люди не спят и пришли почтить память. К шествию присоединялись десятки прохожих. Оно растянулось на несколько километров. Почтить память павших пришел и глава региона Вениамин Кондратьев. Он прошел в колонии вместе с ветеранами, школьниками и представителями общественных организаций. Конечная точка – площадь героев. Здесь возлагают цветы к вечному огню и оставляют свечи. В память о павших – минута молчания. Мы сегодня собрались здесь, чтобы вспомнить тех, кто принял первый бой. Тех, кто ценой собственной жизни боролся и жертвовал собой за будущее своих поколений. Друзья, за нашу с вами жизнь. Я благодарю вас, что вы сегодня все здесь. Мы здесь. В день памяти и скорби. Свечи горят в наших руках. Но я уверен, что они горят в наших душах. И они будут гореть вечно в душах поколений победителей. За последние несколько лет эта свеча памяти самая масштабная. Впервые к вечному огню пришло такое количество людей. Мероприятия в знак уважения к подвигу и мужеству советского народа начались еще в выходные. В воскресенье на театральной площади поисковики представили военные артефакты – ручные гранаты, авиационные бомбы, винтовки и предметы солдатского быта. Звучали фронтовые песни. Огорожане фотографировались на фоне ретроавтомобилей и мотоциклов. Выставка символизировала восстановление страны после самой кровопролитной войны в истории. Андрей Уральский, Никита Рудой, Татьяна Александрова, телекомпания «Краснодар».